Добрый день! Сегодня я хотела бы затронуть тему сорта туй для живой изгороди. По каким критериям мы с вами подбираем сорта? В первую очередь, растения должны быть неприхотливыми. Ведь живая изгородь предполагает не одно и не два растения. Второй немаловажный критерий – это зимостойкость. Не стоит забывать, что находимся мы в зоне рискованного земледелия. Каждый год выкапывать, подсаживать новые растения может оказаться очень накладным, да и трудоемким. И третий немаловажный критерий – это быстрота роста. Выбирая растения по этому критерию, мы можем позволить себе посадить не очень большие растения и при этом достаточно быстро получить желаемый результат. Помимо этих трех критериев важно учитывать – возможность стрижки для дальнейшего формирования, длительный сезон декоративности и отсутствие бесконтрольного разрастания. Туя, как никто, отвечает вышеперечисленным требованиям. Просто всем. Выносливо, не требует абсолютного солнца, зимостойко, декоративно весь год и хорошо поддается стрижке. Ну а последним будет отдельный разговор. Несмотря на большое количество видов, в нашем регионе в посадках в основном используются сорта туи западной. Самый распространенный и популярный – Брабант, Смарагд. Но также хотела обратить ваше внимание и на другие интересные сорта. Перамидалис компакта, Колумна, Спиралис, некоторые сорта желтых туй. Брабант – это сорт, как никто другой, отвечает всем требованиям, предъявляемым для растений в живой изгороде. В свободной одиночной посадке это растение может достигать более 15 метров. Однако в живых изгородях, как правило, не более 5-6. Годовой верхучный прирост в хорошем поливе может достигать 40-50 сантиметров, но чаще – не более 20-30. В ширину той разрастается скромнее – сантиметров на 10-15 в год. Смарагд, в отличие от других сортов, в зимнее время сохраняет темно-зеленый окрас. В живой изгороде кроны не смыкаются и рост намного медленнее, чем у Враванта. Смарагд лучше смотрится в композициях и одиночных посадках. То есть западная Колумна – довольно эффектное дерево с узкой кроной, достигающее 7 метров высотой. Ежегодный прирост – около 20 сантиметров. Колумна хорошо зарекомендовала себя в условиях северо-запада. Однако из-за узкой кроны шаг посадки придется уменьшить, а следовательно растений в изгороде будет больше. Но если растения посадить реже, то можно получить вид, схожий с кипарисами Тосканы. Перметалис компакта получил свое название благодаря узкоконической компактной, неразваливающейся кроне. На сегодняшний момент мы считаем этот сорт наиболее перспективным для живых изгородей. Сорт отличается достаточно сильным ростом и не скроен к обильному плодношению. Спиралис – сорт, который через несколько лет отмечает свое столетие. Один из самых быстрорастущих, быстрее барабантов. Имеет спирально закрученные короткие ветки, откуда, в общем-то, и название. Узкоконическая крона. Темно-зеленая, голубоватая хвоя летом меняется на яркую, бурую, зимнюю окраску, за счет чего не горит весной. Достигает 5 метров. Сорт склонен к плодоношению. А в живых изгородях хорошо, если у этого растения несколько стволов. Так получается пышнее. В одиночное же лучше подобрать с одним. Так лучше сохраняется пирамидальная идеальная форма. И несколько слов хотелось бы сказать о желтохвойных туях. Таких, как Европа Голд и Санкист. Йеллый Риббен и Голден Смарагд. Эти эффектные растения с яркой солнечной окраской станут украшением любого сада. Если первые три сорта похожи между собой, то Голден Смарагд невозможно спутать ни с кем. Из-за его нежной хвои, насыщенного желтого солнечного цвета и четко выраженной пирамидальной кроны. Сорта желтых туй можно использовать в живых изгородях, как в чистом виде, так и разбавляя их зеленохвойными. К примеру, три желтых, шесть зеленых. Это сделает вашу изгородь более эффектной. Ну и напоследок, хотелось бы отронуть еще один вопрос. С каким шагом высаживать туи? А соответственно, сколько нужно? Туя в принципе выдержит загущенные посадки. Но не следует забывать, что во взрослом состоянии это достаточно крупное дерево. Наш опыт показал, что оптимальный шаг для туи в живой изгороди это 80-120 см. Это позволит в ближайшие сроки получить плотную зеленую стену, и при этом растения будут чувствовать себя комфортно. Многие наши коллеги рекомендуют шаг посадки всего 50 см. Можно сколько угодно говорить об угнетении растений и загущенности, но желание иметь сразу готовую изгородь вполне понятно. В таком случае давайте обратимся к элементарной математике. Предположим, у нас изгородь протяженностью 20 метров, а стоимость одной туи 1000 рублей. При шаге посадки в 50 см вам понадобится 40, что составляет примерно 40 тысяч. В то время как при шаге в метр всего 20, а при шаге в метр 20, 17 туи, а соответственно 17 тысяч. Поэтому с каким шагом высаживать живую изгородь, а может сэкономив на количестве купить растения чуть выше, решать вам. Надеюсь, это видео будет вам полезно. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые сюжеты. А там будет видео по агротехнике. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.